Здравствуйте, и добро пожаловать на канал Last of War, Беларусь. Я Last of War, и это карта Пристар Валд, которая принадлежит модификации Battlefield 1918, игры Battlefield 1942. Здесь у нас описание на немецком языке, так что это означает, что это скорее всего одна из тех старых карт, которые сделаны где-то оригинальной командой разработчиков, которые со временем сменились. У нас есть целый ряд зелененьких циферок, и это, конечно, неплохо. Это означает в основном то, что, скорее всего, точки захватываемы только в определенном порядке, и даже если мы пройдем через этот узкий коридор, вы видите, что здесь такая, может быть, не очень очевидная штриховка, особенно на таком более-менее одноцветном фоне, но вот здесь ее видно немножко получше. Означает, что у нас есть фактически коридор, и у нас нет большого выбора. Это я не люблю. Я предпочитаю, когда на Battlefield-ских картах есть простор и, соответственно, выбор, но здесь посмотрим. Давайте возьмем ганнера и пойдем вперед. А еще давайте не забудем выбрать нашу точку, дорогую. Стартуем. Так, я хотел бы какой-нибудь дрон-турет. Возможно, вот этот. Потому что он полегче и побыстрее. И его даже бы у меня не забрали. Правда, удивительно. Давайте поедем дальше. Так, ребятки. Далеко мы, конечно, не уехали, поэтому наша кинетографическая такая вот прогулочка под финальные кредиты и титры не очень так удалась, но, тем не менее, зато, может быть, мы сможем что-то хорошее сделать. Как вы считаете? По-прежнему, может, это добро мне кончится. Ага, флаг перекрасили. А это уже немного получше. Угу. Хорошо. Теперь мы едем дальше. Или не очень мы едем дальше. Потому что у нас граждане. Здрасте, ребята. Вы зря сюда приехали? Конечно. Спасибо за машину. Может быть, мы ее поиспользуем, если здесь техника не настроена на то, чтобы нельзя в нее было залезть. Когда она не твоей стороны. Ну, посмотрим. Может, у нас будет способ это проверить. И я хотел бы, наверное, пролезть сюда, чтобы начать захватывать те точки, которые нам нужно захватывать. И заодно лишить их некоторой техники. Привет, чувак. Я надеюсь, что эта машина, этот броневичок мне позволит доехать, куда я хочу доехать. А также я надеюсь, что мне удастся захватить лаженский танк. Так. Ну как? Нет. Ага. Я с этого не очень просто танка с пехотой сражаться. Но я не очень хочу танк оставлять неконтролируемым, потому что тогда мне будет звезда. Потому что мой броневичок многого не выдержит, как вы, наверное, с вами уже догадались. Ааа. Вот снаряды, конечно, маломощные. Я выстрел практически в этого товарища, а его даже осколком не задело, что не очень натуралистично. Ух ты! камикадзе, но здесь такое вроде не работает. В оригинальном базовом баттлфилде джипом вполне можно уничтожить танк, как я слышу. Пока. Кто здесь есть? Ага. У нас здесь есть вы, сэр. Уже вас нет. Это гораздо лучше, только в форте, да, есть товарищ. Я могу его вообще пасть как-нибудь. Нет. Не очень. У меня и высоты-то не хватит, чтобы в него пасть, чтобы в башню повернуть, да? Прямой наводкой. Ааа. Как бы это мне? Эд? Нет. К сожалению, это довольно проблематично. Наконец-то. Начал. Теперь-то мы сможем что-то сделать хорошее? Я вижу, что по мою душу уже пришли некоторые ребята. Тут снаряды в мою сторону летят. Ну, блин. Давайте познакомимся с ними поближе. Ага. Вот в чем дело. Вы тоже тут нас не замечаете. Как грубо. Могли бы хотя бы поприветствовать, что ли? А? Это наши, по ним стрелять не надо. Это тоже наши. Но где-то там могут быть и враги. Можно я теперь все-таки получу пару очков? Нет? Нельзя. Ага. Ага. Еще один засранец нарисовался. Пока. откуда вы сволочи беретесь при точке, которая в общем-то вами не захвачена больше. Наконец-то. Я уже думал, это никогда не случится. Поехали. Мой танк троху добит. Чинить его никто не будет. Потому что мы в 42-м Battlefield. Да, базовая игра, которая в плане ботовской логики такой вот вспомогательный. Поддерживающая. Она не очень хорошая игра. В этом смысле в следующий Battlefield нам он получше будет. Но, тем не менее, куда-то мы приедем, если повезет. Так, ребята. Привет. Я промахнулся, но зато мы знаем, что это Уда Кох. С одноименной палочкой, может быть, он знает. Может быть, у этого Коха есть другая палочка. Но, посмотрим. Мы познакомимся с ним поближе. Жаль, что не я его отправил на тот цвет, но он отправлен на тот цвет, и это одно уже довольно неплохо. Давайте мы как-то попробуем остановить живую силу врага, который может вблизи закидать меня гранатами, Или чем-нибудь похлеще. Вот, хотелось бы тоже их попасть, но, опять-таки, снаряды здесь в плане разлета осколков, конечно, не впечатляют. Еще. И еще плотненький броневичок. Но не очень. Если попасть по нему недостаточное количество раз, к счастью, более тяжелой техники у них вроде пока нет, но у них есть еще один броневичок, что несколько хуже. Ага. Хорошо, сочный кадр. Уж не знаю, попадет ли он, куда она может быть попадет в мое сообщество в контакте, ластафуварьское, куда вы тоже можете заглянуть. Там бывает бонусный материал, в том числе интересные скриншоты и некоторые другие оповещения. тут у вас быстро броневики я смотрю, штампуют. Очень быстро. Вон еще один. Черт возьми. По-моему, они, наверное, что ли, появляются. Либо за пару секунд обычно такого не происходит. Привет. Ладно, одному мы позволим. Потому что иначе я буду стоять на месте, а нам-то главное флажек как-то переместить. я себя нехорошо не чувствую. Камикадзе не иначе. Я сюда не пройду живой, но я могу кинуть гранату напоследок определенную. Так, пробегаем, пробегаем. Ну, что же. здрасте, опять я приближаюсь на танки, но только на этот раз он не на половину доломан, примерно на 10%, да, может быть, 12%, пока мы подходили. И, конечно, здесь никого нет, кроме меня из техники, да, а это означает, что нам вдвоем будет проблематично что-то сделать. Может, я просто прорвусь и сыграю напрорывно, потому что иначе будет сложновато. Прошлый раз я здесь завяз, и ничего хорошего из этого не вышло. Поэтому, я думаю, мы на ошибках будем учиться, ну, по крайней мере, попытаемся и немножко отстреляем их из пушки по воробьям, но пулемета здесь не завезли. К сожалению, танк не универсальный, не противопехотный, поэтому нам нужно хотя бы отвоевать этот флаг, иначе действительно будет проблематично что-то сделать. Они здесь штампуются очень быстро. Привет. по крайней мере, что-то сделать определенно стоит, а там, может быть, без этой точки под контролем мы можем и на поддержку наших друзей, союзников, рассчитывать. Хотя, это не точно. Привет. Нет, не привет. Вам мало. А вы, ребята, прочные. Я такой конструкции не ожидал, честно говоря. А заодно мы теперь видим, что эти броневики, они не отсюда едут, у них база в другом месте, но штампуются они все-таки довольно быстро. Да, перевалочный такой пункт проблематично держать под своим контролем, хотя бы под нейтральным контролем. если так можно сказать, Но что-то мы делаем, как-то мы немножко этих товарищей отправляем куда-то вместо не очень хорошее идти, а теперь с обломками очищенными вижу, что происходит немножко лучше. Только немножко лучше. У нас есть вроде стационарный пулемет, но он ничем не защищен, поэтому там долго не проживешь. Хотя против пехоты, конечно, он был бы несколько более эффективен, мы будем делать, что мы можем, пока мы можем. Здесь место такое, как бутылочное горлышко, и я в общем-то не особо-то исправляюсь даже с тем, чтобы остановить врага, однако я останавливаю его более-менее тяжелым относительно относительно этой карты технику. и потяжелее бывает, что уже несколько облегчает, надеюсь, участие, да, удел наших союзников, которые там где-то на периферии таскаются, но не то, чтобы очень сильно, а можно вы, ребята, отстанете от этой пушки? Спасибо. И уйдете куда-нибудь лесом, в лесхоз. О, мы захватили точку, а я этого даже не заметил, наверное, оповещения не было, они здесь срабатывают далеко не всегда, иногда их просто нет вообще, в принципе. Так тоже бывает. Так, ну, воюйте, а я попытаюсь пройти дальше, если получится. Наверное, не получится. А, пытаться не заставать издали, может быть, и они не сильно попадут, хотя и я мажу, но дольше проживешь, у меня где-то 60% брони осталось, поэтому я бы не хотел на вот ту громадину натыкаться вблизи. Как вы, наверное, можете меня понять. Ух, да, это настоящий танк. Я уже пачку раз по нему попал, но он только сейчас загорелся. Что настрал уже? Ну, давайте проедем дальше. Так, немножко дальше, чуть-чуть, самую малость. И попробуем тоже их отправить на тот свет по возможности. Это несколько человек, поэтому, если удастся его взорвать до того, как они все выйдут оттуда, роботы зачастую из грязьей техники не спешат выходить, что их и добивает, но в этом случае я похоже вижу, что они очень даже спешат. У меня есть кое-какая поддержка, что уже неплохо. У меня драйна, или по-белорусскому. Эти ребятки мне в общем-то небольшая помеха, их частично валят и наши союзники, но зариспавнился танк, пока мы тут, знаете ли, пытались пехоту отстреливать и броневики запредельные. Поэтому его нужно валить во второй раз. Но, по крайней мере, у нас нет тикет-бинга, потому что когда была ситуация 50 на 50 и мы продолжали терять тикеты, это, конечно, было довольно фигово. Ага, догорел. Это хорошо. Кто-то ему помог. А теперь мы могли бы, наверное, попытаться прорваться, потому что я очень хочу заплатить эту точку. Возможно, у меня не получится, но немножко уже достало находиться на периферии. Два танка тяжелых подорвать и куча пехоты. О да, вы поумнее! Авторы карты в принципе молодцы! Продумали вот эту логику ботовскую. получше, чем во многих других картах. Ага, вот это меня напрягает, но я надеюсь, я пройду. Я пройду сюда. И, возможно, даже собью им спавн, потому что с спавном, который не наличествует, с ним гораздо проще справиться. Потому что тогда нужно перестрелять всех оставшихся. О, можно я буду не перед пушкой стоять? и это несколько проще сделать, когда их запас команды он не восполняется, не правда ли. Так. Я зашел сюда, у меня патрон-то это есть, а вот ага, я захватил точку, хорошо. Но вот здоровья осталось немного. и еще, и совсем еще. Так, картинно они отошли, возвращаются, потому что, конечно, нужно точку захватить, иначе звезда придет. Ага, я немножко отойду, и тоже я постреляю. Нет, сквозь него проходит практически. Хорошо. и хотелось бы, чтобы задеспавнились обломки, потому что мне сквозь них стрелять мягко кажется неудобно. Так. Посмотрим, что у нас есть, что у них есть. У меня есть довольно много дыма. Я думаю, что мы эту точку не особо удержим, потому что народа довольно много. И мне проблематично с ним справиться. Так. Хорошо список выглядит, которым мне было секунду посмотреть. Ага. Замечательно. как у нас дела обстоят на периферийке. У нас есть танчик, другой танчик. Это довольно неплохо. Давайте глянем. У нас все точки есть. У нас на второй точке нет никого, но она хотя бы под контролем. так что я сейчас доеду до сюда. Здесь вроде врага не осталось. Он выщеблен туда и может он отобьет одну из нас точек, но посмотрим, так оно или нет. Так что я хотел бы взять танчик другой, подбить этот, чтобы он заеспавнился, где ему положено заеспавниться. Здесь народу не осталось, но здесь вроде и врага не осталось, поэтому мы поедем их нажимать, чтобы не ждать 100 тикетов. В общем, это 105 тикетов, действительно. Пока они улетучатся. Пойдем посмотрим, что там происходит. Да, там есть довольно тяжелой танк, который никак не отправит этот свет, но который может выбить нас. Я вижу, что у нас тоже есть той какая техника на мини карте. Сыненькая пятнышка довольно небольшое, но может быть, это тот тяжелый танк, который уехал, в который я отправил пару зарядов, когда прорывался к точке. Да, возможно. Потому что он уже от 3 задымился, теперь четвертый черный дым, и пятый его отправил. Эта штука непомородливая, но довольно толстая и жирная. Наверное, это как-то связано. не наверное, наверняка. Кто где есть? Кто-то где-то есть, потому что вот, видите, еще их может быть с десяток наберется общей сложности. Но вот где, где это гораздо сложный, более сложный вопрос, на который хотелось бы ответить, чем кто? у нас есть способ перезарядиться. Было бы хорошо, чтобы у нас был способ надежно починиться, но это уже, к сожалению, это синенькие наши. Здесь мы никого особо не видим, поэтому можно просто расслабиться, да, и поездить в режиме третьего лица даже, что обычно не очень хорошая идея, если только не добираешься от нашей исходной точки, самой базовой, до линии сражения, тогда, конечно, можно расслабиться и просто вот так поездить, можно даже вот так поездить, когда не видишь, куда едешь, без риска того, что тебя отправят на тот свет, это тоже может быть довольно приятно, но карта вполне себе такая ничего, я опасался, что она будет несколько более недоработанной, чем вылетели, что хороший фактор, потому что на это не всегда можно рассчитывать, особенно с модулями, авторы которых порой переоценивают возможности движка, и от этого счастье периодически кражится из-за чрезмерной насыщенности разными объектами, или из-за специфических особенностей скриптовой логики ботовского интеллекта, который натыкается на сложности и из-за этого вешает игру, но вот, кстати, и победный экран. Я по-прежнему хотел бы пожелать, чтобы, ну, хотя бы с немецкого перевели вступление, это было бы очень неплохо, можно на английский, который понимает больше людей, чем немецкий. Повторюсь, что удивительно, ботовская логика здесь работает довольно хорошо, ну, по крайней мере, вражеская, я не заметил, чтобы меня кто-то чинил, но, по крайней мере, искусственный интеллект чинит свою технику, когда она подбита, а не просто тупо сидит в танке, поэтому за интеллектуальные одно из самых важных направлений, которому я уделяю внимание. Своими впечатлениями по поводу этой карты вы можете поделиться в секции комментариев под этим видео. Если вам оно понравилось, то вы знаете, что делать. Всегда помогает, когда вы делитесь моими эпизодами в социальных сетях. С вами был Ластов Уварри с канала Ластов Уварри Беларусь. До встречи в следующий раз и спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok